Приветствия и почтения светлым и высоким душам. Продолжаем тему «Второе пришествие Христа Ессеи. Отец-Абсолют, Матерь Мира через Марту». Здравствуйте, дорогие наши любимые дети. Сегодня мы расскажем вам о юношеских годах Ешоа, которые заложили основу его дальнейшего духовного развития. Но сначала следует объяснить вам, кто такие были есеи. В то время их называли сектантами, отшельниками, инакомыслящими, фанатиками, кем угодно, только не теми, кем были они на самом деле. А были они великими посвященными, которые прибыли на Землю с миссией донести до людей истинные божественные знания, научить их жить по законам Вселенной, а не тем, что были навязаны человечеству рептилоидами. И, конечно, не случайно местом своего жительства выбрали они Землю Иудейскую, где царил культ Золотого Тельца, и где рептилоиды чувствовали себя настоящими хозяевами жизни. Силы их оказались неравны, и не могли услышать их тогда люди, чье сознание было одурманено новыми ценностями, навязанными людям расы драконовых. К тому времени почти во всех ветвях власти им удалось расставить уже своих людей, и рептилоиды правили балом на иудейской земле. Поэтому все, что смогли сделать тогда Исеи, это отвоевать себе кусочек земли самой каменистой, засушливой, трудной для обработки, той, которая никому не была нужна. И поселились там своей коммуной, изолированной от остального мира. К счастью для Исеев, рептилоиды не почувствовали опасности для себя в этих странных не от мира сего людях, и не воспринимали их всерьез. Поэтому они не уничтожили их физически. И Исеи все же смогли донести до людей те божественные знания, которыми обладали сами. Они записывали их на кусках папируса, которые затем тщательно прятали в своих пещерах на берегу Мертвого моря. Комуна Исеев, несмотря на тяжелые условия жизни, была прообразом городов света, поскольку в ней царили любовь и единство, где каждый занимался любимым делом, где люди, в первую очередь, думали не о себе, а о других. И о человечестве в целом, как донести до людей вечное знание, как помочь им обрести гармонию, как научить их жить по вселенским законам. Поскольку они не могли открыто проповедовать свои учения, они много молились и медитировали, посылая в мир мощнейшие энергии света и любви. Во имя своей веры и своего служения Исеи от многого отказались. Они не позволяли себе заводить семью и детей, питались только растительной пищей и лишены были многих других земных радостей. Они довольствовались малым, но знали, что это был выбор их души. В этом заключалось их подвижничество и служение. Иешуа они приняли как родного, сразу почувствовав в этом юноше огромный духовный потенциал. Им казалось, что он обладал уже от рождения теми знаниями, которые они пытались до него донести. Настолько быстро, естественно и легко он их усваивал, принимая всем сердцем. И вскоре им открылось, кем на самом деле был этот необыкновенный юноша, которого привела к ним судьба. Во время одной из медитаций старейшие их коммуны, высшие силы передали информацию о том, что Иешуа суждено сыграть главную роль в пробуждении божественного сознания людей. И что для этого ему будет суждено пожертвовать своей жизнью. Их просили заботиться о нем и предоставлять ему убежище каждый раз, когда он будет испытывать в этом необходимость. И они выполняли эту просьбу высших сил на протяжении всей жизни Иешуа. На этом мы остановимся сегодня. Безгранично любящие вас Отец-Абсолют и Матерь Мира говорили с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Второе пришествие Христа. Естеи». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok